Воды не успокаиваются, любовь Айшин и Саваша переживает большое испытание. Хотя доверие Айшина к Савашу снижается с каждым днем, Саваш полон решимости не отказываться от Айшина. Не в силах пережить поражение и унижение перед лицом Айшин, Неслихан клянется отомстить. Для Неслихана это уже не просто битва за месть Савашу, а за спасение своей сломленной гордости. Неслихан появится перед Айшаном и Савашем из того места, о котором они никогда бы не догадались. И поразит их из того места, о котором они никогда бы не догадались. Кризисы Суреи продолжаются приступами, и она борется с мечтой Фатиха в больнице, где ее госпитализация является единственным решением. Дружба Фатиха и Саваша, разрывающаяся между Суреей с одной стороны и Айшин с другой, также подвергается испытанию. Атиф снова принимает меры, узнав о беременности Фериде. Потерпев неудачу, Атифу остается сделать всего один шаг. Переезд Атифа снова сведет Ату и его семью лицом к лицу. Ни Кати Поблу, ни Атаманам дела до сих пор не идут. Любовь Айшин и Саваша переживает большое испытание. Хотя доверие Айшина к Савашу снижается с каждым днем, Саваш полон решимости не отказываться от Айшина. Не в силах пережить поражение и унижение перед лицом Айшин, Неслихан клянется отомстить. Для Неслихана это уже не просто битва за месть Савашу, а за спасение своей сломленной гордости. Неслихан появится перед Айшаном и Савашем из того места, о котором они никогда бы не догадались, и поразит их из того места, о котором они никогда бы не догадались. Кризисы Суреи продолжаются приступами, и она борется с мечтой Фатиха в больнице, где ее госпитализация является единственным решением. Дружба Фатиха и Саваша, разрывающаяся между Суреей с одной стороны и Айшин с другой, также подвергается испытанию. Атиф снова принимает меры, узнав о беременности Фериде. Потерпев неудачу, Атифу остается сделать всего один шаг. Переезд Атифа снова сведет Ату и его семью лицом к лицу. Ни кати пуглу, ни атаманам дела до сих пор не идут. Удивительное решение Аты, благонамеренное предложение Айшин расстраивает Ату. Айшин непреднамеренно отталкивает Ату от себя. В то время как Саваш планирует свои новые действия, с комфортом производя впечатление на Айшин, он сам того не подозревая начинает подаваться обаянию Айшин. Хотя Атиф расплачивается за свое предательство, он понимает, что его единственный выход – это Фериде. Он предпринимает действия, чтобы вернуть Фериде. В тот момент, когда Фатих может взглянуть в лицо своей реальности, он находит в себе силы открыто поговорить со своей старшей сестрой Салихой. Сурея, которая думает, что Фатих с каждым днем отдаляется от нее все дальше и дальше, еще больше теряет контроль. Его финансовое затруднительное положение ставит Ату на грань принятия важного решения. Это решение оказало большое влияние как на Катипуглу, так и на атаманов. Айшин же не знает, с чем ей придется столкнуться в результате своего смелого шага – предательства Аты. Когда Ата осознает ловушку, которую устроил для него Саваш, и противостоит Савашу, он сталкивается с другой правдой, которая глубоко потрясет семью Катипуглу и узнает, что Атыф украл чертежи. Фериде достается большая часть этого предательства. В то время как Айшин со всей своей искренностью и наивностью пытается исправить ошибки, она сама того не ведая затягивает и себя, и Ату в великий тупик. Любовь Суреи к Фатиху углубляется день ото дня и достигает неконтролируемой точки. Пока Фатих разбирается с Суреей, он понимает, что пришло время взглянуть в лицо своей правде. Жизнь больше не будет прежней для Фатиха, который не стоит между Катипуглу, атаманом и двумя семьями. Тяжелые дни Аты. Когда Саваш признается в любви к Айшин, несмотря на всех и вся, во время празднования 20-летия атаманов, баланс атамана и Катипугуллары, особенно Аты и Реззена, переворачивается с ног на голову. Неслихан, получивший от этого одну из самых больших акций, не может вынести такого унижения. Однако благодаря сотрудничеству Реззена он немного успокаивается. Ловушка, которую Саваш давно спланировал и расставил для Аты Катипуглу, увенчалась успехом, и эта ловушка, в которой Айшин по незнанию была орудием, открыла двери на путь, который должен был привести к уничтожению Аты. Для Аты Катипуглу начались самые тяжелые дни в жизни. Тайна, которую раскрывает Невбахар, расстраивает Айшин. Великий апокалипсис наступает, когда при содействии Реззена и Неслихан в журнале публикуется информация о старой любви. В то время как большие слухи распространяются волнами, Ата, после первоначального шока, готова рассказать Айшин правду о том, что он ее отец. У Юфтади другие планы по успокоению бури. Саваш, который сталкивается с недоверием Айшин на каждом шагу, пытаясь приблизиться к ней, решает положить конец погоне между ними. Большой шаг, который сделает Саваш, будет неожиданным для всех. Айшин, которая находит Саваша рядом с собой в самый трудный момент своей жизни, укрывается у него. Реакция Аты на Саваша впервые сводит отца и дочь лицом к лицу. Айшин полна решимости рассказать Фериде ужасную правду об Атифе. Война преследует Атифа, напряжение между Савашем и Фатихом в конечном итоге выходит из-под контроля и заставляет Фатиха принять необратимое решение. Решив стереть следы пережитого ей ужаса, Айшин узнает, что приближается годовщина свадьбы Юфтади и Аты и принимает меры, чтобы утихомирить бурю между ними. Однако годовщина свадьбы Аты и Юфтади преподносит всем большие сюрпризы. Айшин внезапно оказывается лицом к лицу с тайной между Атой и ее матерью. Любовная игра войны. В то время как сближение Айшин и Саваша привлекает всеобщее внимание, борьба между Фатихом и Савашем за Айшин обостряется. Разъяренный обвинениями Фатиха, Саваш ведет большую любовную игру и сбивает Айшин с толку. Однако на этот раз на него также повлияет игра, в которую он играет. Большая драка, которая разгорается между Атой и Юфтади и окружает всю семью, начинает бурные дни в особняке. Большой аукцион, организованный Резаном, становится для Саваша большим шагом на пути к Айшину. Юфтади, который теперь уверен, что Саваш преследует Айшин, принимает меры, чтобы воспользоваться этой ситуацией и практически воссоздает Айшин. Большая драка, которая разгорается между Нислихан и Савашем, которые очень нервничают из-за Айшин, сорвана действиями Фериди и становится большим скандалом. В особняке начинаются бурные дни. Пока Айшин борется за свою жизнь в больнице, Ата делится большой тайной с Фатихом. Судьба Сурея в руках Айшин. После аварии между Савашем и Фатихом были построены мосты. Айшин, о которой заботится Саваш, полна решимости не слушать свое сердце. Поскольку напряжение между ростовщиками, между Савашем и Атой растет, на этот раз Ата делает шаг, который загонит Саваша в угол. В войне нелегко пережить это поражение. Айшин, который нужно поехать в Кайсере для строительных работ, оставленных Ешаром, сопровождают Фериди и Атиф, что вызывает события, которые вызовут сильные штормы в особняке. Большая напряженность дома дает Савашу возможность добить Ату. Постоянное напряжение в особняке достигает апогея, когда Айшин преподносит АТ сюрприз. Когда Айшин и Юфтади впервые встречаются лицом к лицу, Юфтади делает необратимый шаг к великой тайне. А Айшин становится ближе к миру Саваша, чем когда-либо прежде. Ата говорит правду. Когда в особняке поселяется семья Кати Боглу, в особняке начинается новая жизнь. Хоть Айшин и рада существованию семьи Кати Боглу, ее преследует боль первой любви.